15 февраля, Международный день детей и больных раком, в отделении химиотерапии онкологических и гематологических больных Рязанской областной детской клинической больницы, прошел праздник для детей. Маленькие пациенты приняли участие в научном шоу «Чемодан чудес». О празднике и работе отделения рассказал его руководитель, областной детский онколог, кандидат медицинских наук Александр Безнощенко. На самом деле, 15 февраля по сложной дате, как назвать праздник это или что это за событие. Всегда трудно подобрать слова, потому что как-то немножко не вяжется такое, скажем так, серьезное событие для ребенка, для семьи ребенка, для окружающих, как рак у ребенка. И слово «праздник», наверное, это событие, наверное, это дата. В календаре она появилась не так давно, в 2001 году, и по инициативе Всемирной конфедерации родителей детей больных раком. И смысл этого мероприятия, смысл вообще всех мероприятий, которые проводятся в этот день, то есть привлечь внимание общественности, привлечь внимание обычных людей, людей со статусом, которые могут изменить судьбы этих детей, и просто людей привлечь внимание к проблемам детского рака. Это раз, да, то есть сказать, что такая проблема существует, что существует это заболевание, да, то есть эти заболевания существуют. А второе, да, это, так сказать, показать, что усилиями как самого ребенка, да, то есть так и усилиями родителей детей, да, усилиями медицинских работников, врачей, сестер, усилиями всех тех, кто каким-то образом, скажем, участвует в этом процессе, да, удается все-таки в большинстве случаев, да, в большинстве случаев удается победить рак, да, что вот все-таки это не всегда и чаще всего, хоть это и трагедия для семьи, но это не фатальное событие, да, то есть, что все-таки в большинстве случаев удается справиться с раком, и дети выздоравливают, да. Вот эти, скажем, два момента, да, которые, в принципе, освещают, потому что на самом деле для меня, как детского онколога, все понятно, я ориентируюсь в этом, да, то на самом деле, когда я начал работать детским онкологом и начинал я с педиатра, да, то есть три года отработал обычным педиатром, когда он перешел, стал работать детским онкологом, и получилась такая ситуация, что я столкнулся со своим однокурсником в этих стенах, и когда ему нужна была чисто педиатрическая помощь, да, то есть, и он спросил, кем я сейчас работаю, да, то есть, я сказал, что детским онкологом, а он так удивленно говорит, а что дети болеют раком, это, скажем так, доктор, да, который получил образование, а что же тогда говорить об обычном населении, да, то есть, в принципе, большинство людей считает, что не существует, то есть не знают, что существует детский рак, да, то есть рак у детей, вот, и если даже те, которые об этом знают, там, да, то есть считают, что, в принципе, если даже детский рак существует, то он фатален и приводит к смерти ребенка, что он неизлечим, да, то есть, и вот мы хотим, как бы, побороть, да, то есть, изменить психологию людей, да, пусть, скажем так, детский рак немногочислен по сравнению со взрослыми, вот, но это большая социальная проблема, да, то есть, да, это всего лишь, там, 14-15 детей на 100 тысяч детского населения, не 100 тысяч детского населения заболевают в год вот такими грозными заболеваниями, да, это немного, но, к сожалению, несмотря на успехи, да, то есть, на этом поприще, да, то есть, в этом, то есть, несмотря на все это, то есть, детский рак является второй причиной смерти, да, у детей после травмы, после травматизма, как бы ни был он редко, как бы нехорошо, скажем так, поддавался лечению, но это остается одной из частых причин смерти детей. Естественно, сама вот такая социально значимая проблема, да, то есть, ребенок болен раком, да, то есть, если мы, скажем так, всегда сопереживаем, если взрослый заболевает этому, а если заболевает ребенок в нашем окружении, то для нас всегда трагедия. Продолжение следует...